Это Адмиралс, меня зовут Лембитов. Чтобы зарабатывать на финансовых рынках, нужно иметь представление об их устройстве. Первый и один из самых древних элементов финансового рынка – товарные биржи. О том, чем сейчас на них торгуют, расскажу немного позже. Следующая составляющая – международный валютный рынок Форекс. Одной из важнейших частей финансового рынка является фондовая биржа. Товарный рынок относится к рынкам, на котором торгуются первичным сырьем, а не продукцией, обрабатывающей промышленностью. На рынке представлены сельскохозяйственные продукты – пшеница, кукуруза, кофе, соя, хлопок и другие. Также на товарных рынках активно торгуют полезными ископаемыми – золотом, платиной, нефтью, медь, газ и другие. Товарные рынки включают физическую торговлю сырьем. Но в последнее время приоритет отдается торговле деривативами на товары. Деривативы – это производные финансовые инструменты, такие как опционы и фьючерсы. Чаще всего фьючерсы и опционы выпускают биржи и обеспечены материальными активами. Посмотрим подробнее на самые важные мировые товарные биржи. Начнем с Чикагской товарно-сырьевой биржи. Это самая крупная товарная биржа мира. Главное здание расположено в Чикаго. Биржа основана в 1874 году. Следом идет Лондонская биржа металлов – крупнейшая в мире товарная биржа, которая специализируется на цветных металлах. Лондонская биржа – главный мировой центр торговли медью, алюминием, оловом, никелем, свинцом и цинком. Нью-Йоркская товарная биржа – крупнейшая во всем мире биржа по проведению торговли нефтяными фьючерсами. Основана в 1882 году. В 1994 году произошло ее слияние с биржей Комикс, и биржи стали работать по текущим названиям. В 2008 году объединенная Наймикс вошла в группу Чикагской товарной биржи. Чикагская торговая палата, основанная в 1848 году, по праву считается самой старой биржей мира товарных фьючерсов и опционов. С июля 2007 года Чикагская торговая палата договорилась с Чикагской товарной биржей о слиянии. Теперь посмотрим на валютные рынки. На всех централизованных биржах есть валютная секция, но основной мировой площадкой, на которой происходит обмен валют, является рынок Форекс. Форекс – это сокращение с английского «валютной операции». Отличительной особенностью рынка Форекс является то, что все сделки происходят онлайн, и у него нет своего физического места, где бы происходили торги. Несмотря на это, Форекс – самый крупный рынок планеты по обороту совершаемых сделок. К ведущим валютам рынка относятся американский доллар, евро, японская иена и английский фунт стерлингов. Форекс работает круглые сутки в течение всей рабочей недели, но активность совершаемых операций значительно влияет на работа мировых площадок. Активность торговли снижается, когда мировые биржи закрыты. Важнейшей составляющей мировой финансовой структуры являются фондовые биржи. Фондовая биржа – это финансовый институт, позволяющий участникам рынка осуществлять покупку и продажу различных ценных бумаг. В каждой стране мира с развитой рыночной экономикой есть национальная фондовая биржа, где можно торговать акциями и облигациями. Для того, чтобы акциями можно было торговать на бирже, предприятию необходимо провести процедуру их размещения на фондовом рынке. Знакомиться с мировыми фондовыми биржами начнем с Нью-Йоркской фондовой биржи. Она создана в мае 1792 года и на сегодняшний день является крупнейшей в мире фондовой биржей. Ежедневный оборот биржи составляет несколько триллионов долларов. NASDAQ или Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам был создан в 1971 году благодаря стремлению Конгресса США к систематизации торговли и к текущему моменту является крупнейшей электронной фондовой площадкой в мире. С ежедневным оборотом около полутора триллионов долларов. NASDAQ ориентируется на ценные бумаги высокотехнологических компаний и работает круглосуточно. В результате объединения двух самых старых бирж Японии, Осакской биржи ценных бумаг и Токийской фондовой биржи, образовалась третья по величине торговая площадка в мире Japan Exchange Group. Официальной датой открытия новой объединенной биржи является 1 января 2013 года. Шанхайская биржа, крупнейшая биржа континентального Китая, начала торги в конце 19 века. Биржа является некоммерческой организацией управляемой комиссией по регулированию ценных бумаг Китая. Отличительной чертой биржи является торговля двумя типами акций. Первый тип торгуется за юаней, а второй номинирован в долларах США. Рождение объединенной биржи Евросоюза произошло в 2000 году в результате слияния Парижской, Брюссельской и старейшей в мире Амстердамской биржи. Позже к ним присоединилась Лиссабонская фондовая биржа. Пройдя сложный путь слияния и поглощений, биржа в 2013 году была выкуплена на Ice Group. Биржевым холдингом Ice став крупнейшей глобальной торговой площадкой. Замыкает наш список Лондонская фондовая биржа, одна из старейших торговых площадок в мире. Ее история начинается в далеком 1698 году. На текущий момент Лондонская биржа одна из влиятельных европейских площадок и по количеству компаний в котировальном листе обгоняет Euronext в два раза. Мы затронули только шесть крупнейших бирж в мире, на которых торгуются тысячами инструментов. Возникает вопрос, как понять состояние рынка на текущий момент? Поиском ответа на этот вопрос активно занимался Чарльз Доу, журналист и изобретатель индекса Доу Джонса. Он не только создал индекс Доу, но и изобрел само понятие биржевой индекс. Впоследствии Чарльз Доу стал основателем Wall Street Journal. Одним из первых вариантов индекса был разработан Доу в 1884 году. Он охватывал цены девяти акций с железнодорожных и двух промышленных компаний. Этот вариант не публиковался. Официальной датой рождения индекса можно считать дату первой публикации 26 мая 1896 года. На тот момент он представлял собой среднее арифметическое цензакрытие 12 акций американских промышленных компаний. Сейчас промышленный индекс Доу Джонса охватывает 30 крупнейших компаний США и для его расчета применяют масштабируемое среднее. Изобретение Чарльза Доу положило начало использованию индексов на всех мировых биржах. Биржевой индекс стал важным индикатором состояния рынка ценных бумаг. Рассмотрим основные мировые индексы. Начнем с родоначальника промышленного индекса Доу Джонса. Это один из самых популярных индексов в мире. В его состав входят 30 крупнейших компаний из США из различных отраслей. Финансы, транспорт, потребительский сектор, пищевой и промышленные сектора. В индекс входят известные во всем мире компании Coca-Cola, IBM, Intel, Microsoft, General Motors и другие. Индекс S&P 500 включает в себя крупнейший по капитализации компаний США, котируемый на биржах Nice и Nasdaq. Индекс появился в 1923 году и был расширен до 500 компаний в январе 1957 года. Он был разработан и продолжает поддерживаться S&P Доу Джонс Industries. Nikkei 225. Японский индекс, куда входит 225 компаний. Ежегодно состав пересматривается. В него входят такие промышленные гиганты, как Honda, Panasonic, Mazda и прочие. Это наиболее важный индекс в азиатском регионе. DAX, немецкий фондовый индекс, отражающий динамику акций 30 крупнейших по рыночной капитализации компаний на рынке Германии. Рассчитывается и публикуется биржей с 1988 года. FTSE 100. Один из ключевых индексов на европейских площадках. Он учитывает среднее значение курса акций 100 самых крупных и активно торгуемых компаний лондонской фондовой биржи. Этот индекс начал рассчитываться с конца декабря 1983 года с уровня в 1000 пунктов. Его составляет FTSE Group. CAC 40 является важнейшим фондовым индексом Франции. В индекс входят 40 крупнейших компаний, акции которых торгуются на бирже Euronext Parish. Торгуете ли вы по стратегиям трейдеров или по стратегиям инвесторов, всегда помните, что торговля на бирже связана с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Поэтому всегда подходите к торговле ответственно. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, на каком рынке торгуете или планируете торговать. Подписывайтесь на канал Admirals и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!